В Большом Зале Правительства Магаданской области состоялась встреча губернатора региона Сергея Носова с главными редакторами магаданских средств массовой информации. Тем было несколько. Первый проразвучал вопрос о том, приближается ли Колыма к формированию коллективного иммунитета. Лучше всех привитая защищена Тинька. Есть, кстати, и Винск не неплохо. Есть и сейчас по районам хуже всех из районов этого ООО. Причем я так думаю, что во многом это объясняется позицией самого главы. Вы знаете, делают для галочки. Вот меня спрашивают, я в это не верю. Мне это не надо. Буду отрабатывать, чтобы не сильно ругать. Хуже всех в Магадане, по сравнению с районами, просвещенный город такой, продвинутый. Мы все понимаем, но прививаться не будем. Еще один вопрос по теме вакцинации касался того, что в регионе отсутствует врач, который мог бы прописывать людям спутник Ми, Кавиак или Эпивак в зависимости от медицинских показаний, что является стоп-фактором для вакцинации отдельных групп колымчан. Я не сталкивался лично в общении и в аналитических записках, докладах. Не сталкивался с тем, что есть какое-то предпочтение. Есть Кавиак, есть спутник Ви. Вот видите, можно только Кавиак. Вот, ей-богу, не сталкивался. У нас есть, нет такого, в том числе и во всем мире, Модерна, Пфайзер, это просто разные компании, которые сделали вакцину. У нас занимались одновременно, несколько лабораторий было поручение, они сделали каждую свою вакцину, они отличаются друг от друга, потому что были разные коллективы. Примерно одинаковый эффект. Еще один вопрос в голове территории был по образованию. Возможно ли содействие региональной власти в возвращение на Колыму филиалов ведущих российских вузов? Ведь скукоживание пространства высшего образования до единственного местного вуза СВГУ лишь усиливает отток молодежи на обучение в другие регионы. Наверное, можно. Я сейчас, опять же, скажу честно, глубоко не погружался в эту проблему, потому что конкуренция вещь хорошая, но, знаете, мы не настолько большой регион, чтобы обеспечить загрузку, экономика здесь в любом случае присутствует, загрузку преподавателей при большом количестве филиалов других университетов. Вопрос качества образования в СВГУ в том числе может решаться еще и по-другому. Нужно этим серьезно заняться и недостатки убирать. На улице Советская проводится замена магистрального трубопровода с увеличением диаметра. По словам директора Магадан-теплосеть Павла Жорова, это один из самых масштабных, крупных и затратных участков, где проводятся подобные работы. Раньше здесь находилась труба с диаметром 500 мм и обеспечивала она три центральных тепловых пункта, но сейчас ее диаметр увеличивают на 300 мм, поэтому в недалеком будущем она сможет передавать тепловую энергию в большем объеме. Новая труба в нормативном состоянии прослужит 50 лет. Также она будет находиться в полностью проходимом канале с освещением, чтобы обслуживающий персонал мог спокойно проверять и обслуживать трубу. Поэтому за все время работы новой трубы на этом участке не потребуется делать большие траншеи и перекрывать улицу. Всего за 6 лет будет реконструировано порядка 1 км магистральных трубопроводов, общей стоимостью около 600 млн. рублей. К 15 сентября новый трубопровод должен быть полностью готов к эксплуатации, а к 20 октября должны закончить оставшиеся работы в виде обратной засыпки и открытию улиц. Сейчас есть небольшие отклонения от графика, но не из-за подрядчика, а из-за дождливых дней в городе. Непогода внесла небольшие корректировки в работу, потому что любые осадки плохо сказываются на процесс. Так в некоторых местах требуется замена грунта. Но тем не менее, все работы идут под контролем специалистов, поэтому сомнений, что тепломагистраль заменят и пустят в эксплуатацию, нет. Наступило время, когда приемные комиссии проверяют подготовку различных образовательных учреждений к новому учебному году. На сегодняшний день проверено 15 детских садов, где комиссия без замечаний подписала все необходимые акты. Мэр города Юрий Гришан отправился в детский сад номер 4, чтобы также убедиться в подготовке этого дошкольного учреждения. Коллектив детского сада все сделал для того, чтобы сдать комиссию, отработанные системой безопасности, работают видеонаблюдения, ограждения в идеальном состоянии, домофоны везде стоят, опубликованы полностью торгово-технологическим оборудованием, пожарная сигнализация. Вот когда мы сейчас были, включили систему оповещения. Поэтому я думаю, что этот детский сад, он сегодня тоже будет принят комиссионно. И желаю хорошего, спокойного, безопасного нового учебного года в этом детском саду. В детском саду УМКО функционируют 5 возрастных групп оздоровительной направленности для 115 детей с туберкулезной интоксикацией и для тех, кто находится в контакте с болеющими. В дошкольном учреждении работают квалифицированные педагоги и медицинские работники под контролем врача-физиотерапевта и врача-педиатра. Также городоначальник сообщил о том, что в следующем году нужно будет благоустроить и поменять асфальтированное покрытие на спортивной площадке на заднем дворе детского сада, сделав его безопаснее. В первой половине июля на аппаратном совещании в мэрии Магадана руководитель Комитета экономического развития Евгения Тихомирова доложила основные показатели самочувствия городской экономики за период с начала текущего года. Согласно статистическим данным и сведениям, которые представили нам отдельные хозяйствующие субъекты, мы делаем вывод о том, что социально-экономическая ситуация в городе с начала года остается стабильной. При этом наблюдаются умеренные темпы отдельных макроэкономических показателей. Основной показатель – это пород крупных и средних организаций в городе. Он увеличился на 12% и составил за 5 месяцев 47 миллиардов рублей. Хорошая и устойчивая ситуация у предприятий энергетики, у рыбодобывающих предприятий и в аграрном секторе. Наращивает выпуск продукции пищевая и перерабатывающая промышленность. В отрасли строительства в три раза увеличились объемы выполненных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на рынке труда в службе занятости зарегистрировано 646 безработных. Это ниже, чем в прошлом году. И та ситуация, которую мы наблюдали, вот этот вот всплеск роста безработницы, он в этом году сходит на нет. Фонд оплаты труда крупных и средних организаций вырос на 20%, что автоматически увеличило и налоговые поступления в городской бюджет. Таким образом, общая динамика макроэкономических показателей экономики Магадана свидетельствует о постепенном восстановлении после пандемийного кризиса прошлого года. В редакцию медиахолдинга «Вечерний Магадан» обратился магаданец, пожаловавшийся на обнаруженные несанкционированные свалки в районе дачного поселка в районе Кедрового Ключа. У меня здесь недалеко дача. И как часто вы наблюдаете? Все время наблюдаем. Вчера утром, к примеру, ехал на работу и, выезжая из своего двора, увидел неподалеку большую кучу выброшенных коробок, винограда. То есть, ну, вот точки, которые торгуют нас по городу, не знаю, кто конкретно, потому что был человек непойман, да, ну, явно выбросили те, кто занимается торговлей овощами, фруктами. То есть, соответственно, их тоже никто не проявляет, не контролирует, куда они утилизируют свой мусор. А они утилизируют очень просто. Приехали, скинули, никого нету и уехали. И, получается, никто не наказан. В проблеме несанкционированных свалок в Магадане очень много лет. Начиная в ней разбираться, необходимо попробовать выяснить источники формирования мусора. И проблема безответственных, а следовательно, и безнаказанных предпринимателей, экономящих деньги на утилизации мусора, безусловно, существует. Несанкционированная торговля овощами и фруктами, появившаяся в Магадане летом, не только фактор недорогих цен на витаминную продукцию, но и один из факторов загрязнения территории города за счет экономики на расходах по утилизации мусора. Продолжается прием заявок на конкурс «Доброволец года», который стартовал 17 июня. Он проводится в целях развития и распространения волонтерской деятельности в Магадане. К участию принимаются молодые люди от 14 до 35 лет, добровольческие отряды и руководители любых волонтерских объединений, действующих на территории Магадана. Документы на конкурс принимаются до 15 ноября по адресу улица Горького, 16, кабинет 415. Затем с 16 по 24 ноября пройдет заседание жюри, где они будут оценивать стаж, эффективность, системность и разнообразие выполняемых функций добровольческой деятельности, а также ее социальную значимость. И с 25 ноября по 5 декабря пройдет заключительный этап – подготовка и проведение церемоний награждения. Продолжение следует...